Девушки отдыхают Дарья Терентьева три года жила в детдоме, пока ее мать отбывала наказание. Сегодня она снова дома с мамой. Однако Дашу обвиняют в том, что она опоила отравой приезжую девушку и обокрала ее. Даша утверждает, что ничего плохого не делала. А наоборот, хотела помочь юной провинциалке, оставшейся без денег. Купила у нее телефон. Правда, она еще в школе надо мной издевалась, типа, я толстая. Но я не обращала внимания, мне всегда кофиг было. Ну, злая Сонька. Правда, один раз я ей врезала. Ксения Фирсова очень переживала из-за лишнего веса. А ее однокурсница по колледжу София Гаврилова не упускала случаев посмеяться над ней. Сегодня Ксению судят за то, что она плеснула жидкостью для прочистки труб в лицо Софии. И та лишилась зрения. Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Третьего Даша. Даша. Дарья, да? Сколько лет тебе, Дарья? 16. Дарья, ты обвиняешься по статье 112 по части 2 пункту З этой статьи, а именно в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, которые были использованы в качестве оружия. А именно... А, также еще обвиняешься и в краже по статье 158, часть 1. Значит, суть обвинения. Разъясняю тебе. 23 марта ты отравила препаратом, который понижает давление, Юлию Ващенко, то есть потерпевшей. Когда та потеряла сознание, ты похитила у нее чемодан с личными вещами и деньги в размере 57 тысяч рублей. Значит, потерпевшая в результате этого перенесла инсульт. Сейчас здоровью ей ничего не угрожает, она присутствует в зале судебного заседания. А я задаю тебе два вопроса. Первый. Ты понимаешь, в чем тебя обвиняют? Да, понимаю. Понимаешь. Второй вопрос. Вину признаешь? Нет, я не признаю. Ваша честь, я впервые вообще эту девушку вижу. Это приезжая придумала все. Придумала. Дарья, значит, я так понимаю, что ты три года воспитывалась в детском доме? Да. Три месяца назад тебя забрали из детского дома, сейчас ты живешь вместе с мамой, так? Да, верно. Вы установились в родительских правах? Правильно я понимаю? А меня не лишали родителей. А, не лишали, то есть временно ее? Да. Я освободилась по УДО. Да, Ваша честь. То есть вы бывали наказания, освободились и Дашу забрали. Даша. Да. Ты же с мамой теперь проживаешь, правильно? Да, я три года находилась в детском доме. Мою маму посадили в тюрьму за то, что муж ей изменял. И она любовницу подкараулила, выбила ей глаз и сломала почку. Вернулась домой, хотела отчима тоже моего избить. Но он сбежал, испугался и сбежал. Я это время находилась в детском доме три года. И полгода уже, как мы живем с мамой, все хорошо. И мне незачем было вообще кого-то трогать. У нас все хорошо, мы счастливо живем. И моя мама больше в тюрьму не отправится никогда. Мы ничего плохого не делали. Мама-то, надеюсь, не отправится в тюрьму. А вот что с тобой будет? Пожалуйста, Сергей Викторович. Итак. Вот слушай внимательно обвинения. Да, у нас 23 марта, ну, некто Маркова и Пушкарев обнаружили девушку без сознания на лавочке в сквере возле железнодорожного вокзала. Они же сообщили в скорую помощь. Приехала бригада, девушку привезли в больницу. Принять документов обнаружено не было. Да практически ничего не было обнаружено. Впоследствии, когда у нас потерпевшая пришла в себя, она пояснила, ну, наверное, действительно у нас приезжая девушка приехала из Пенингской области, говорит по приглашению некой подруги, с которой она познакомилась по интернету. Ну, наверное, есть смысл самой потерпевшей рассказать, ну, как все происходило. Мы надеемся, пока мы все-таки слушаем формулу обвинения и доказательства. Ваша честь, значит, дело было так. Познакомилась я в соцсетях с некой девушкой, которая представилась мне Алевтиной Кораблевой. Вот, и она меня пригласила к себе в Москву, обещала встретить меня с поезда на вокзале, дала мне свой телефон. Ну, приезжаю я, Ваша честь, звоню ей по этому телефону, а телефон отключен. Ну, что делать? Стала писать в соцсетях. В соцсетях опять же ответа не дождалась. Ну, я не знала, что делать. Ходила по вокзалу, и вдруг ко мне подходит другая какая-то девушка. Называет меня по имени-фамилии, говорит, что ее прислала ко мне якобы Алевтина Кораблева, что Алевтина Кораблева попала в ДТП и находится сейчас в больнице. И сказала, что Алевтина попросила ее проводить меня на ту квартиру, которую снимает. Вот, но я ей поверила. И тогда эта девушка предложила мне перекусить с дороги. Вот, а я была очень голодна, Ваша честь, и я согласилась. Мы пошли в сквер, в вокзал, сели на лавку. Она достала там свои бутеры какие-то у нее были, пиво, угостила меня. Ваша честь. И как только я выпила это пиво, я отключилась. Я не знаю, что со мной было. В общем, очнулась я просто уже без сознания в больнице. И по тем вопросам, которые мне задавали, я так поняла, что нашли меня без сознания. Что при мне не было никаких вещей. Я просто валялась в сквере. Я так поняла, что это было сделано, чтобы меня ограбить, Ваша честь. Меня чуть не убили, чтобы ограбить. Потому что у меня пропал чемодан с личными вещами. В нем было 50 тысяч рублей спрятано. Пропала сумочка. В ней был паспорт мой, мобильный телефон, кошелек. Кошелек с семью тысячами рублями. Важный момент. Именно благодаря этому самому мобильному телефону и было раскрыто данное преступление, был обнаружен преступник, поскольку пожадничала наша подсудимая. Она вместо того, чтобы избавиться от этого телефона или перепродать, она просто переставила симку. И по биллингу обнаружили местонахождение. Ну и дальше уже, соответственно, привлекаем сейчас ее к ответственности. Дело в том, что действительно в этой бутылке пива, которая была обнаружена на месте преступления, на месте происшествия, был обнаружен сильнодействующий препарат, который, собственно, и повлиял таким образом на организм потерпевшей. Она перенесла инсульт. Последствия, я так понимаю, до сих пор не прекращены, да, то есть недееспособная левая рука. Преступление довольно циничное. Мотив корысть. Вина доказана, полагаю, полностью. И думаю, что нужно наказывать девочку, наказывать серьезно. Прошу для нее пять лет лишения свободы за совершенные преступления. У меня вопрос потерпевший. Юля, вот вы приехали в Москву, познакомились в соцсетях с некой Алевтиной Кораблевой, вы сказали, да? Да. Вы ей поверили, да, по этой переписке? Давайте я вам расскажу, как было все с самого начала. В общем, я хотела найти работу в Москве. Вот. И искала всякие вакансии по форумам, читала рассказы людей. Вот. И таким образом я нашла Алевтину Кораблеву. Она писала на каком-то форуме, что она сама из-под Смоленска переехала в Москву. Сейчас снимает квартиру за 25 тысяч рублей. Вот. И работает в сети быстрого питания. Зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц. И я ей написала, вау, как круто, я тоже так хочу, посоветуй, пожалуйста, мне что-нибудь. Вот. И она мне тогда написала, что... Что она была бы не против снимать квартиру даже вместе с какой-нибудь девушкой. Нагородней, другой. Вот. И еще она мне сказала, что место на работе у них для меня найдется, что текучка большая. Вот. И она мне сказала, что я могу приехать. А потом еще позже, ваше честь, она мне написала, что она нашла совсем хороший вариант, квартиру недалеко от работы. В общем, стоимостью всего 20 тысяч рублей. Но она сказала, что решать нужно как можно скорее, что заплатить нужно за три месяца. Что с меня нужно 30 тысяч, а с нее 30 тысяч. Вот. Ну и на первоначальную жизнь тоже деньги понадобятся. Я ей сказала, ваше честь, что я, раз в такой хороший случай, я, в общем, 50 тысяч как-нибудь по родным насобираю. Она написала мне, нормально, приезжай. Вот я и приехала. И что, ваше честь, я чуть не умерла, я боюсь, что у меня рука теперь будет всю жизнь. Вот. С такой недостаточной подвижностью. Я боюсь, что эта сволочь меня искалечила. Я вообще впервые это слышу, впервые ее вижу. И телефон у тебя, если это умерет? И ушмет, ваше честь. А, сейчас, сейчас я вам все расскажу, как телефон у меня оказался. Мы недалеко от ЖД вокзала живем, я часто там гуляю. Я увидела девица какая-то, стоит, плачет. Я подошла к ней, думаю, может помочь надо. И она мне рассказывает. Она уж такая присела, говорит, обокрали меня, все украли домой, нужно добраться, денег нет у нее. И я говорю, чем я могу тебе помочь? Она говорит, вот у меня телефон есть продать нужно. Я ей говорю, сходи за угол, давай в ломбард и продай свой телефон. Она говорит, мне там тысячу рублей дают, мол, на билет не хватает. Я посмотрела мобилу ее, смотрю, ну нормальный телефон. Ну, предложила ей две тысячи. И она такая радостная, ой, такая довольная, давай, давай. Так я ей помогла, телефон купила, вернулась домой, мамке показала, рассказала, все. Я ее спасла, она тут наговаривает на меня такая. Ваша честь, врет она, все, все было так, как я в полиции рассказывала. И пивом сама отравилась, правда? Нет, бутерброд я с ней не кушала. Но была такая ситуация, когда она телефон с кармана доставала, у нее в одной руке чемодан находился, а в другой бутылка пива. И она мне говорит, мол, подержи эту бутылку пива. Пока я держала, она залезла, ну, за телефоном в карман. Я все поняла, ты подставить меня просто хотела. Она хотела, чтобы были мои отпечатки на бутылке. Она все придумала и строит из себя невинную овечку здесь. Еще неизвестно. Почему тебя-то вдруг она решила подставить? Я думаю, то, что просто я последняя на ее пути оказалась, кого она встретила и увидела, и все. Новая версия возникла, согласен. Галина Федоровна, к вам вопрос. Вы сами недавно освободились. А теперь дочь ваша на скамье подсудимую. Я не знаю, зачем она взялась именно мою дочь вот так вот подставлять. И еще неизвестно, да, как это называется, сейчас подождите, амнезия на фоне тяжелого отравления. Вот. Может быть, действительно Дашка была одной из последних, кого она видела. Если можно чуть потише, во-вторых, не надо сейчас вспоминать эти формулировки, они все есть в материалах уголовного дела. Вы же не специалист, чего вы будете цитировать. Отпечатки пальцев, телефон. Все, я выкручиваю. Не много ли доказательств-то? Так она все объяснила, Ваша честь. Что она объяснила? Объяснила, откуда отпечатки, откуда телефон, она помочь хотела? Она как-то объясняет порциями, порциями. Появляются новые доказательства, она вспоминает. И про бутылку вспомнила, и про телефон, да? Что вы хотите сказать, что у нас потерпевшая сама себе, что ли, туда что-то добавила, попила? А я не знаю, какой ее любовник туда чего добавил. Вот это надо еще выяснить. Да, но только на этой бутылке, в которой находилось то самое лекарство, именно следы пальцев рук Вашей дочери. Так она все объяснила? Она все объяснила, окей. То есть вариантов вообще сознаваться нет, да? То есть никакого желания не раскаиваться, не признавать вину. А в чем сознаваться? Ладно, все понятно. Короче, вы понимаете, да? Вы сами себе налили в пиво лекарства, вы сами попили, вы сами легли с инсультом, сами себя обокрали. А почему сама, я не думаю, она общалась безумие, кроме моей дочери. Ой, хорошо, ладно, тогда давайте продолжать дальше. Интересно, что вы по этому поводу скажете. Не знаете, не знаете, послушайте представителя обвинения. Ну, во-первых, в ходе следствия были обнаружены похищенные вещи, и чемодан с украденными вещами, и сумочка, принадлежащая потерпеть. В детском доме, в котором раньше проживала наша подсудимая, и она сразу после совершения этого преступления отвезла... То есть в том доме, где Дарья жила, да? Да, совершенно верно. Она эти вещи туда и отвезла. Все было обнаружено, сумочка с паспортом, тут уже никак не отвертишься. И в обвинении есть свидетель, это Бенецкая Полина. Она расскажет о визите подсудимой в родной детский дом. Так, заявлены свидетели со стороны обвинения, Бенецкая Полина Юрьевна. Пристав, пожалуйста, пригласите ее в судебное заседание. Ну что, нашли крайне, да? Свидетель обвинения, проходите. Проходите, пожалуйста. Вот рядом с приставом присаживайся. Значит, Полина, сколько тебе лет, скажи? 16 лет. 16 лет. Полина, тебя пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетелей. Скажи, пожалуйста, ты Дарью Терентьеву знаешь? Ну, конечно, знаю. Мы же в одном детдоме жили. Я 6 лет уже в детдоме жилу, а с Дашкой 2 года жили в одной комнате. В одной комнате жили, да? Когда ты последний раз видела ее? Ой, ну она с детдома-то 3 месяца назад съехала. После этого возвращалась с детдома? Ага, вернется. Но вернулась один раз только, чтобы вернуть нам все вот эти деньги, которые своровала у нас. Вы же знаете, да? Да, своровала она у нас деньги-то много. Нет, мы этого не знаем. Расскажи, пожалуйста. А, ну я сейчас расскажу. Короче, 25 тысяч копили целой комнатой. Копили, реально. Тебе вообще не стыдно? Что ты у своих же своровала просто? Мало того, что у меня одежду своровала, рубашку своровала. У Валюхи нижнее белье даже своровала. Не стыдно тебе вообще нижнее белье воровать? Ты куда его делал-то вообще? Ну мы ее, короче, потом... Мы ее сдавать не стали. Даже бить не стали. Не, все нормально, реально, Ваша честь. Ну что? Вот. Ну мы ее просто подкараулили потом, когда она съехала. Мы узнали ее адресок, подкараулили. И сказали, что если она не вернет вещи, которые у своих же своровала, то мы местных детдомовцев попросим. Короче, они там разберутся с ней. Но нет, они не разбирались, честно. Вот. Но она реально испугалась, извинила и сказала, все вернет. И реально через неделю она все вернула. Она вернула, все принесла. Принесла вещи наши краденые. Принесла 25 тысяч рублей. Испугалась, наверное. Что, страшно тебе стало, да? За все ответишь? Она принесла вещи, принесла 25 тысяч рублей. Не сказала, где она их взяла? Ну мы спросили, где она их взяла. Тоже интересно же, где взяла деньги-то, а? Но она сказала, она такую байку придумала, что типа она со взрослым мужиком встречается. И что это вещи ее... А что за вещи были в чемодане, помните? Ну вещи, да, конечно, всякие футболки, кофты, джинсы там прикольные. Ну мы что, мы взяли, что она... Вещи женские или мужские? Женские, конечно. Мы же в женской комнате живем. Так, Даша, вопрос к тебе. Как ты объяснишь, что ты принесла чемодан потерпевшей в детский дом? Да, я признаю. Это я придумала этот план. И обманула эту курицу. Ну рассказывай-то подробно. Потому что чистосердечное признание тебе подскажет твой защитник, смещает наказание. Рассказывай, как кровь. Хорошо. Лекарственный препарат где ты взяла? Я у бабушки одной хожу, продукты постоянно покупаю. После этого она мне чаем поет. Я как-то увидела, у нее стоят на серванте какие-то таблетки. Смотрю название какое-то знакомое. Думаю, забью вон эти, почитаю. Почитала и вспомнила. В фильме вспомнила. То, что их одна девушка подсыпала и усыпляла людей. Ну я подумала, да возьму ее, а мало ли, а вдруг пригодятся. Да и пригодились. Ну, доказательства бесспорные. Вина вину признала. Ну, пора уже к приговору переходить. О чем мы еще разговариваем? Нет, ну почему? Есть о чем поговорить. У нас еще защита не высказалась. У нас все-таки процесс состязательный. Александр Иванович, пожалуйста, вам слово. Конечно, ну раз состязательный, значит будем состязаться. Мне удалось пообщаться с бывшей подругой матери моей подзащитной. И вот она мне рассказала очень много интересного. И получается так, что моя подзащитная пошла на преступление под влиянием взрослого человека. А кого именно? И почему это все произошло? Нам расскажет как раз эта самая бывшая подруга Ковалева Ирина Львовна. Прошу ее допросить. Очень интересно. Ковалева Ирина Львовна заявна в качестве свидетеля стороны защиты. Пристав, пожалуйста, приглашайте ее в судебное заседание. Что-то у нас Галина Федоровна замолчала. Свидетель защиты, проходите. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Значит, Ирина Львовна, вас пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Вы, я так понимаю, совершеннолетний человек, взрослый. А вы знаете Галину Федоровну? Конечно. Знаете. Дочь ее Дашу знаете? Конечно. Знаете. Ну, что вам известно по этому делу? Какие вообще отношения вас связывают? Ну, с Галей мы были подругами до того, как она в тюрьму попала. Были? Ну, Галя, когда из тюрьмы вышла, она пить начала. Вот. У меня деньги занимала, не отдавала. Я ей говорю, Галя, ну что, когда за голову будешь браться? Когда бросишь пить? Когда работу найдешь? Она говорит, что на дядьку работать не будет гнуть спину, что везде платят мало, что у нее есть план поинтереснее, как достать денег. Вот. Ну, и рассказала мне, что, значит, в интернете под чужим именем можно знакомиться с ногородними девушками и приглашать их в Москву, ну, под видом заработка. Вот. Так там оглушать, что-то с ними делать, значит, и деньги забирать. Вот. Я говорю, что опять срок хочешь? Ну, она говорит, что нет, все продумано до мелочей. Что, когда девушка приедет, я к ней подойду. Она же меня не знает, меня никогда не видела. Вот я скажу, что та, с кем она переписывалась, заболела. И отведу ее там до местного назначения. Ну, а там, говорит, деньги у нее все и заберу. И не волнуйся, говорит, тебе долг отдам. И дай мне сейчас еще пять тысяч. Я ей сказала, Галь, ты меня в свои делишки не впутывай криминальные. И денег я тебе больше не дам. Ну, все. Галь понесло. Она сказала, что я предала ее дружбу. Но с тех пор мы и не общаемся. Я вот, Ваша честь, могу вам сказать, что до своего отъезда я в мессенджере с этой мнимой Алифтиной общалась по аудиосвязи. И я вот сейчас точно могу сказать, что я слышала там голос неподсудимой о ее матери. Это сто процентов. Вот я его сто процентов. Вы знаете, голос Галины Федоровны. У нас просто голоса походят с матери. У нас постоянно путают. Нет, это сто процентов. Вот видите, Ваша честь, получается так, уже и голос слышали. И, вы знаете, те данные, которые есть у меня, которыми я располагаю, они также совпадают с теми предположениями, которые сейчас высказала потерпевшая. Потому что, поскольку у меня был доступ ко всем материалам дела, вот, и там, естественно, были все данные по планшету, с которого велась переписка. Ну, я, естественно, пообщался также и с экспертом, который мне четко сказал, что вот тот самый ID от планшета, он как раз был зарегистрирован на имя матери моей подзащитной. И переписка, следовательно, велась именно от ее имени. Вот от матери, которая рядом тут со мной находится. Она заманивала вот таких вот наивных потерпевших в Москву, а дальше уже отправляла навстречу свою дочь. И вот так они и проворачивали, как говорится, свои вот эти вот преступления. Она ни в чем не виновата. Она только переписку вела. Все остальное я сама сделала. Так, Даша, давай тогда рассказывай, что ты сделала сама. Как все происходило, пожалуйста. Подробно и честно. Хватит нам уже здесь ошибок. Хорошо, я признаюсь. Это я сделала. Это я встретила ее. Мама придумала план, как можно деньги заработать. Вот, и она вела переписку. И когда приезжая эта отписалась, то, что она выехала, пришло время уже ехать на вокзал, встречать ее. Тут мама испугалась. Говорит, нет, мол, боюсь, снова меня в тюрьму посадят, тебя в детдом отдадут, не поеду никуда. Я говорю, ма, нельзя такой план терять, давай поехали. Она, нет, не поеду ни в какую. В итоге пошла на кухню водки, выпила, легла спать. Я и думаю, что невозможно такой план упустить. Вспомнила про таблетки сразу и решила, что в пиво их подмешаю, бутера с собой возьму и встречу ее на вокзале. Да, это все придумала я. Она, видимо, услышала, как-то узнала об этом. Я ей ничего не говорила. Видимо, она с тобой разговор подслушала, когда ты мне говорила, что не надо было в криминал ввязываться. Ну, я и в последний момент, я испугалась. Я помню, как орала эта любовница моего мужа, когда я ее арматурой била. Я не поехала, думала, как второй раз меня на эти нары посадят и решила, ну, не брать лишний грех на душу. Я же не знала, что она поедет. Была светлая девочка, стихи читала, а это все детдом, это они ее с пути сбили. Но это я все придумала. Это было один раз. Ваша честь, один раз и придумала я. Галина Федоровна, значит, во всей этой истории, вот вы сейчас совершили два хороших поступка. Первый, когда все-таки остановились и отказались совершать задуманное преступление. А второй, когда сейчас признались. Ну, на этом и все. Судо леется для поставления приговора. Далее в программе. Правда, она еще в школе надо мной издевалась, типа, я толстая. Но я не обращала внимания, мне всегда кофик было. Ну, злая Сонька. Правда, один раз я ей врезала. Ксения Фирсова очень переживала из-за лишнего веса. А ее однокурсница по колледжу София Гаврилова не упускала случая посмеяться над ней. Сегодня Ксению судят за то, что она плеснула жидкостью для прочистки труб в лицо Софии. И та лишилась зрения. Изглашается приговор суда. Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Терентьевой Дарьи Дмитриевны, несовершеннолетней, ранее несудимой, в совершении преступлений, предусмотренных пунктом З, части 2 статьи 112 Уголовного кодекса, в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия, и части 1 статьи 158 в краже, суд принимает решение. Признать Терентьеву Дарью Дмитриевну виновной в совершении указанных преступлений. Назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы путем сложения наказаний по статье 112 и по статье 158. Таким образом, общее наказание 3 года с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Дарья, тебе придется отбыть свое наказание за то, что ты совершила полностью, и также возместить причиненный вред потерпевшей в размере 57 тысяч рублей, которые ты у нее украла. Если выяснится, что ей нужно средство на лечение здоровья, восстановление здоровья после того, что ты с ней сделала, она также имеет право, я вам разъясняю, потерпевшая Юлия Михайловна, обратиться в суд с вопросом о взыскании с подсудимой, уже с осужденной на тот момент, средств на восстановление вашего здоровья. Даша, я не выношу частное определение в отношении твоей мамы, чтобы проверить ее причастность к этому преступлению. Она остановилась. И закон говорит, что человек, который остановился даже от задуманного преступления, не подлежит ответственности. А вот человек, который подхватил эту преступную эстафету и продолжил совершение преступления, вот тот вдвойне будет отвечать. Так и получилось. По двум преступлениям ты ответила. Я тебя уверяю, если ты возьмешься за ум, если ты все-таки прислушаешься к закону, который живет у каждого внутри, этот закон называется совесть. Это внутренний закон каждого человека. Даже мать здесь про совесть вспомнила, что в ней совесть заговорила. И у тебя она есть. И она все время тебе твоя совесть говорила и плакала. Остановись, Даша. Остановись. Не колись жизнь другого человека. Не бери чужое. Остановись. Судебное свидание закрыто. Судебное закончено. Подсудимая, встать. Да ладно, сократим мы тебе. Сократим мы тебе твой срок посадки. Я тебя не бросил. Значит, так и будет. Представься, пожалуйста. Меня зовут Фирсова Ксения Владимировна. Мне 16 лет. Я родилась 20 октября 2003 года. Ксения, присаживайся, пожалуйста. Значит, Ксения, ты обвиняешься по пункту З, части 2, статьи 111 Уголовного кодекса, а именно в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Значит, по данным следствия, 9 марта ты плеснула жидкостью для прочистки труб в лицо своей однокурсницы Гавриловой Софьи Максимовны, у потерпевшей химические ожоги лица второй степени и утрачено зрение левого глаза. Ты признаешь свою вину? Ваша честь, я Гаврилову ничем не поливала, не нападала на нее. Я не знаю, кто это сделал. Хотя у нас с ней не очень хорошие отношения, но это она ко мне плохо относится, а я не реагирую. Мы с ней живем в одном доме, учились в одной школе, позже оказались в одном колледже сферы услуг. Я на повара учусь, а она на отделении гостиничного сервиса. Ну, правда, она еще в школе надо мной издевалась, типа, я толстая, но я не обращала внимания, мне всегда пофиг было. Ну, злая Сонька. Правда, один раз я ей врезала, уже когда в колледже учились. Она сказала то, что я отдамся любому, кто меня захочет, только вот никто не хочет. Ну, злая Сонька. Это про тебя так сказала, да? Кто не хочет, кто такую захочет? Захочет когда-нибудь. Ну, злая Сонька. У нее недоброжелателей много было, кто с ним мог счеты свести. Да меня все любили. Не правда, не все тебя любили. Ну да, она же красавица такая. А все вокруг чухобложки. Нет, не все. У нее еще две подружки такие же были. Тоже есть, точнее, тоже гостишки. Ну, на гостиничном сервисе учатся. Они там себя вообще самыми крутыми считают. Корон из голов падают. А мы повара так, чмо, типа. Ну, я ж неужели я дура, за Соньку тлю в тюрьму идти? Не делая этого, не нападала я на нее. Понятно. Давай послушаем представителя обвинения. Сергей Викторович сейчас доложит нам результаты расследования и представит доказательства, которые собраны к настоящему моменту. Пожалуйста, Сергей Викторович. Итак, 9 марта в скорую помощь позвонила Гаврилова Ольга Андреевна. Это мама потерпевшей, которая обнаружила свою дочь, лежащей без сознания, возле лифта. У девочки был сильнейший ожог лица химический. Ее доставили в больницу. Но, к сожалению, как мы видим, и обезображенное лицо осталось, и левый глаз практически полностью утратил свои функции. То есть не видит она левым глазом. Как только пришла в себя наша потерпевшая, она сразу точно сказала, что облила ей лицо каким-то химическим веществом. А с чего она решила, что это дочка моя? А давайте я договорю, и мы все узнаем. Хорошо? Послушайте, послушайте. Потерпевшая, когда пришла в себя, сразу сказала, что именно подсудимая, именно Ксения плеснула, подкараулила ее в подъезде, плеснула в лицо из пузырька какой-то жидкостью, которым и обожгло все лицо. При осмотре места происшествия были обнаружены осколки от того самого пузырька, в котором находилась сильнодействующая токсичная щелочь, которая входит в состав жидкости для прочистки труб, причем очень едкая. То есть она органику разъедает очень быстро и практически всю органику разъедает без исключения. На этих осколках обнаружены следы пальцев рук, принадлежащие, но впоследствии сняли отпечатки пальцев у подсудимой, и, естественно, они были идентичны тем. Совпадают, да? Да, абсолютно. Однозначное заключение экспертов. Была обнаружена одежда. Во-первых, та самая бейсболка, которую довольно подробно описала потерпевшая, а во-вторых, на одежде, в которой была одета подсудимая на момент совершения преступления, также капли того самого вещества, микрочастицы имеются. Химическая экспертиза это все установила и на пузырьке, и в этой вот емкости, и на одежде абсолютно идентичный состав химический. Поэтому сомневаться, что именно Ксения совершила данное преступление, не приходится. Она дома отлила в имя вещества старую вот эту самую жидкость, подкараулила и нанесла вот эти вот ужасные повреждения нашей потерпевшей. А пока я считаю, что вина доказана полностью, полностью обменяема девушка, отдавала отчет своим действиям. Я прошу для нее наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Пять лет? Пять лет? Какие? Пять лет за что? Ну какие пять лет? Девочки, может, до конца жизни мучиться. Софья, расскажи, пожалуйста, как произошло нападение на тебя? Ваша честь. Я 9 марта 10-го часу вечера возвращалась домой. Открываю подъезд, нажимаю на кнопку лифта. Я вижу, открывается лифт, и там перегорела лампочка. И я думаю, сейчас достану телефон, включу фонарик и зайду. Как только я захожу, я встаю между дверьми, и я просто получаю огромное-огромное количество непонятной жидкости, которая разъедает все мое лицо. Но Ксюшу я сразу узнала, особенно ее бейсболку. Прям, ну вот никак нельзя было ее спутать, особенно такую огромную махину, было очень сложно не узнать. Я упала прямо перед лифтом, и я даже закричать не могла. И просто потеряла сознание, уже очнулась в больнице. Слава богу, меня мама очень быстро нашла. Я не знаю тогда, что бы я делала. Скажи, пожалуйста, какие у вас отношения были с Ксенией? Вы конфликтовали? Нет, мы вообще с ней не конфликтовали. Она врет, что я ее как-то троллила. Меня все любили. У меня куча друзей, подруг. Все мальчишки за мной бегают. Она просто завидовалась. Стояла около окошечка и у стеночки. Конечно, неправда. Неправда, не завидовала я тебе. Было бы чему завидовать. Ну да, ну да, конечно. Стояла у стеночки одна. И смотрела, как я со всеми общаюсь, разговариваю. Что тебе за дело было, что я у стеночки стояла? Какое тебе дело? Ваша честь. Бывало, придет, крутится перед всеми в новой шмотке. Типа вот красивая такая. А мне говорит, вот, на твой размер такого не купишь. Типа, смотри, завидуй. А знаете, почему она ко мне цеплялась? Она была влюблена в моего старшего брата Егора. Ему тогда 22 года было, а ей 15. Проходы ему не давала. Домой все время к нам приходила. Но он послал ее с ее любовью. Какой любовью? Да у меня этих мальчишек просто пруд пруди. Твой Егор мне вообще сдался. Соня. Анна Ивановна, вы воспитываете дочь одна, правильно? Да, я воспитываю одна. Наш папа, папа Ксюша и мой муж ушел от нас 5 лет назад. Ну, а старший сын переехал к жене. Тогда мы и остались с Ксюшей. Она же даже по моим стопам. Я сама повар. И она захотела поваром стать, как я. Говорит, вкусно людей, чтобы кормить. Понятно. А скажите, какие отношения у вас с дочерью? Замечательные у нас отношения. Она всегда мне все рассказывает. То есть, можно сказать, доверительные, да? Да, да. Она и когда плакала, когда ее Соня доводила, она плакала. Мне рассказывала, что это ее доводит. Так. А по поводу чего она ее доводила? По поводу веса. Ну, разве она толстая? Нет, конечно. Ну так, немножко полненькая. Ну, а что? Ну, знаете, она тут похудеть решила. Даже на 5 килограмм похудела. Ну, правда, знаете, каких усилий ей это стоило? Она голодовками себя изнуряла. Я даже очень сильно переживала, потому что я очень люблю свою дочку. Да откуда ты знаешь, переживала или нет? Да вся твоя любовь материнская заключалась только в том, чтобы накормить до отвала. Хочешь, не хочешь, еешь. Я даже в детстве плакала. Можно я буду хлеб без масла есть, а ты мне под затыльника и масло толстым слоем мажешь? Даже папа с тобой ругался по этому поводу. В 10 годах я уже в такую корову превратилась. Он стеснялся со мной даже на улицу выйти. И поэтому ушел от тебя к другой нормальной тетке. Ты же из него, Борова, чуть не сделала своей кормежкой. И меня учила готовить, чтобы я, как и ты, повара пошла. И я училась готовить и приучилась упробовать и жрать, жрать, жрать. Что такое? Голосишка, Суша. Я понимаю, но нервы у тебя. А когда с тебя решила взяться, ты мне такие истерики устраивала. Успокойся, я тебя прошу. Ксения, успокойся, пожалуйста, Ксения. Это ваша дочь всегда нервовит. Вы сами понимаете, что говорите. Сонечка моя красавица. Я вижу, что вы, как и ваша дочь, достаточно серьезное внимание придаете внешности человека. Но у нас не по внешности человека судят, а по поступкам. Конечно, Ваша честь. Я и внешности придаю, и манерам. И Сонечку свою я воспитывала, чтобы она следила за собой. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки ближе к теме нашего расследования судебного. У вашей дочери раньше случались конфликты с подсудимой Ксени? Ваша честь, да. Не первый раз это происходило. Как-то незадолго до Нового года Сонечка пришла домой с вот таким синяком под глазом. Молчит, мне ничего не говорит. Я ее приперла к стенке. Я говорю, Соня, рассказывай, что произошло. Она сказала, что это Фирсова. Ее ударило. Дело в том, что Сонечка просто хотела ей помочь. И договорилась с мальчиком, однокурсником, чтобы тот за ней ухаживал. Я не знаю, что там произошло, но этот мальчик подсмеялся над Ксенией. И мало того, что она избила, потом еще и смс-ку прислала. Убью, мол, гадина. Это такую смс-ку прислать, где уже угрозы были. Поясни, пожалуйста, что произошло, что это за история? До мной начал, ко мне начал подкатывать парень с гостиничного сервиса. Пригласил к себе домой музыку послушать, кофе попить. Я пришла, а там народу человек 10. И среди них Сонька со своими подружками и гостишками. И все ржут надо мной. Типа, вот наша свиноматка за любовью пришла. Я тогда в такой истерике выскочила из той квартиры. И на следующий день действительно ее отметелила. Ну, это когда было? Это еще до Нового года было. Неужели я только сейчас в марте мстить стала? Ну, это бред. Не нападала я на нее. Ничем не поливала. Ну, перестань отпираться уже. На самом деле, все доказательства против тебя. Это во-первых. Во-вторых, ты описал единичный случай. А я так понимаю, между вами периодически возникают, так скажем, ситуации. И в частности, за которые ты могла вот именно в этой ситуации отомстить. Обвинение свидетель имеется. Это Архипова Вероника Александровна. Она, во-первых, видела непосредственно после совершения преступления наше подсудимое. А во-вторых, может рассказать о иных деталях в взаимоотношениях между девушками. Давайте пригласим свидетеля со стороны обвинения, которое заявлено Архипова Вероника Александровна. Пожалуйста, приглашайте. Ну, они же подружки, они же подружки, они могли подговорить ее. Здесь суд, понимаете, здесь суд, здесь говорят правду. Это раз, и во-вторых, по совокупности всех доказательств. Вы можете позвать, пригласить в суд кого угодно. Скоро правда все проявится. А дальше уже суд будет оценить показания. Свидетель обвинения Архипова, проходите. Добрая девочка, она отходчивая. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Не могла она затаить в лобу, не могла. Да видно, она вам до сих пор еще нервничает. Явно и нервничает. Нервничает, потому что переживает. Вероника, сколько лет вам? 16. 16 лет. Так, Вероника, тебя пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Ты знаешь и Софью, и Ксению, так? Да, всех знаю. Учитесь вместе все? Учимся все вместе. Знаешь, что произошло? Ваша честь, я уверена, что на Соньку напала Ксения Фирсова. Откуда у тебя такая уверенность? Мы с Сонькой лучшие подруги еще со школы вместе. Я живу недалеко от Соньки. И 9 марта мы с ней вместе домой возвращались. Около ее подъезда распрощались, а мне чуть дальше нужно было пройти. Ну, у меня телефон зазвонил. Я села поговорить спокойно по телефону. И вижу, Фирсова из подъезда выбегает ее, в бейсболку себя срывает и бегом в соседний подъезд. Но думаю, мало ли кому она могла там в гости заскочить. Не особо внимания тогда не обратила. Какая разница? Там ни одна Сонька живет. Я много кому могла прийти в гости. Поэтому я и сказала. Но самый главный фактор, что ты бейсболку себя сняла. Я это точно видела. Вечером набираю Соньки, а она трубку не берет. Ну, думаю, ладно, утром зайду за ней, вместе на учебу пойдем. Зашла. А мне ее мать дверь открывает, вся в слезах. Мне все рассказали. И тогда я поняла, что это Фирсова так Соньку отомстила дрянь. А за что она могла так отомстить, София? Ваша честь, с нового года Фирсова начала вести блог «Худеем вместе». Там как калории подсчитывала, диеты разные описывала, упражнения показывала. Вот только она фотографии свои пилила, а видео нет. Мы тогда с Сонькой уржались, когда этот блог ее увидели. Она себя до размеров Барби фотошопила. Сонька тогда решила всем правду раскрыть. Тоже подписалась на блог и начала ее фотографии выкладывать. Как-то бургеры жрет в столовке, и где ее все жиры прям так и прут из одежды. Я вообще не понимаю, что плохого сделала Сонька. Так Фирсова еще через день подошла и сказала, что та сволочь последняя, ее убить мало. Что плохого? Она просто хотела всю правду рассказать людям. Что плохого? Что плохого? Да меня в моем блоге так хейтить начали. Заплевали с ног до головы. Да ее за такое убить мало. Не то, что жидкостью для отруб морду плескануть. Да сама виновата. Ксения, ну, что ты так возмущаешься? Значит, это ты сделала? Значит, ты признаешься в том, что ты сделала? Ваша честь, да. Это я ее изуродовала. То есть вот за то, что она в интернете устроила тебе такую травму, да? Ну, она меня довела. То есть это копилось, и я не выдержала. Я это сделала. Я больше ничего не скажу. Сажайте меня. Вот зря. Жаль, что ты ничего не скажешь. Тогда слово предоставляется в защите. Пожалуйста. Я все зря, что ничего не скажешь. Не скажет в защите больше, как говорится, работать в судебном процессе. Ну что ж, тогда начинаю. Дело в том, что в действительности причин расправиться у моей подзащитной с потерпевшей было много. Как говорится, вагон и маленькая тележка. Но на крайний шаг ее толкнуло совсем другое. Мы знаем, что у моей подзащитной не было парня. Вот. И я тогда, когда проводил свое адвокатское расследование, обнаружил сотовый телефон моей подзащитной. И на сотовом телефоне там как раз 8 марта был датирован исходящий звонок. Исходящий звонок был на имя некоего Константина Басманова. Давайте мы сейчас вызовем Басманова Константина Эдгаровича и допросим его в качестве свидетеля защиты. Да. Заявлен свидетель со стороны защиты Константин Эдгарович Басманов. Пожалуйста, пристав приглашайте в судебное заседание. Ксюша, зачем ты это сделала? Свидетель защиты Басманов. Проходите. Присаживайся. Так, Константин, проходи, пожалуйста, присаживайся. Так, сколько лет тебе, Константин? 16 лет. 16 лет. Константин, тебя пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Ты знаешь Ксению? Да. Фирсову, да? Да. Какие отношения у тебя с ней? Мы с Ксенией познакомились в колледже. Вот. Мы учились в разных школах. И она была в меня влюблена. Она призналась мне об этом перед Новым годом. Костя, а зачем ты пришел? Еще больше меня унизить. Нет, Ксюша, я пришел, чтобы помочь тебе. И сказать, какой это я дурак. Ваша честь, простите. В общем, когда Ксюша сказала мне, что она меня любит, я ей объяснил, что она хорошая девушка, но о любви мы поговорим, если она похудеет килограмм на 20. Вот. Она начала худеть. В начале марта подбегает ко мне. Счастливая такая говорит Костя, я на 5 килограмм похудела. Вот. Я ее приобнял, сказал, молодец, продолжай. Вот. И забыл про это. Я просто все время всегда в Соню был влюблен. И мы с ней вместе на гостиничном сервисе учимся, на факультете. Вот. И 8 марта я выпросил у папы деньги, накупил целую сотню роз, пришел к Соне под окна и выложил розами «Я тебя люблю». Позвонил ей и говорю, Соня, выгляни в окно, она выглянула, засмеялась, говорит, мы с тобой об этом позже поговорим. Вот. И я обрадовался, даже надежда какая-то появилась. И вдруг мне звонит Ксюша. Счастливая такая и говорит, Костя, спасибо тебе. Я такой обалдел, говорю, за что, спасибо. Она говорит, как за что, ты же любишь меня. И я тебя тоже люблю. Я стою, понять ничего не могу. Она говорит, я тебя в окно вижу. И я ступил, спросил у нее, ты что, в одном доме с Соней Гавриловой живешь? Вот. Она замолчала и сбросила трубку. Я понял, что она поняла, что это я для Сони. Вот. Так что... Да. Потом 9 числа у нас был выходной. У нас 9 числа был выходной. И 10 я узнал, что Ксюша сделала с Соней. Вот. Понял, что я облажался. Так что это я виноват перед Соней. Ты перед Соней виноват? А передо мной ты не виноват? Я, может, всего 10 минут жизни счастлива была, пока в окно смотрела. 10 минут жизни остыли. Ксюша, успокойся, пожалуйста, может, тебе мало дадут, все еще хорошо будет. Ваша честь. Ваша честь. И спряталась на этаж ниже, думала, соседи выйдут, будут кричать, ругаться. Я вообще не соображала, что происходит. Я прождала где-то часа полтора, наверное. Если бы надо было, я бы и ночь все ждала. Тут открылся лифт, я увидела Соню и сразу даже испугалась. Я хотела убежать, а потом плеснула в нее. И дальше все как в тумане. Я вообще не помню. Баночка упала, разбилась. Ну, я даже не сразу заметила. Я побежала домой, как добежала. Вообще, я не помню. Я только к ночи в себя пришла. Сейчас я рассказываю, раскаиваюсь, что я сделала. Мне сейчас Соню так жалко. Простите меня, пожалуйста. Жалко тебе, да? А я-то что буду делать теперь? Ты хотя бы похудеть не сможешь. Ну, простите вы ее. Я буду работать днями и ночами. Я заработаю на пластическую операцию. Мы все исправим. Ну, простите. Удаляйте обстановление приговора. В тюрьме хорошо будет. Все, не надо. Нужно сейчас ничего говорить. Оглашается приговор. Просмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Фирсовой Ксении Владимировны, несовершеннолетней, ранее несудимой, в совершении преступления, предусмотренного пунктом в З части 2 статьи 111 Уголовного кодекса, то есть умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, суд принимает решение признать Фирсову Ксению Владимировну виновной в совершении преступления, назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания воспитательной коронии. С учетом обстоятельств данного дела, здесь деятельным раскаянием, признанием Ксении Фирсовой своей вины, суд принимает решение, данное наказание в соответствии с статьей 73 Уголовного кодекса, считать условным и назначить ей испытательный срок в виде трех лет лишения свободы. Значит, сегодня, Ксения, суд посчитал возможным оставить тебя на свободе, но это не значит, что ты не осуждена за совершенное преступление. Ты осуждена, три года испытательного срока накладывают на тебя определенные обязательства. Ты должна находиться по месту жительства, ты должна продолжать учиться, не покидать место жительства, отмечаться по месту регистрации в органе, который ведает исправлением условно осужденных, а также не совершать никаких противоправных действий. То, что ты совершала, называется преступление. Понимаешь? Преступление. Это не оскорбление, это не насмешки, это не обзывательство, это преступление. Разницу ты понимаешь, надеюсь? Да, конечно. Поэтому постарайся загладить, поскольку это возможно и насколько это возможно, то, что ты сделала. Вот тогда все посчитают, что ты действительно исправилась и наказание достигло своей цели. Судебное заседание закрыто. Судебное заседание закрыто. Пошли. Я так понимаю, это три года условных. Я уже сделал все. Смягчающие вообще все. Так что. Субтитры создавал DimaTorzok